всем здравствуйте значит видео начинается с темноты потому что с 4 где-то вечера уже ничего не видно нос если видно если освещено но уже темно да значит какой вопрос хотел поднять вот у исландо нато на ну на его странице фейсбуке он разместил информацию о том что сми и поднимают снова какой-то вопрос о но о долге за советский период за советскую оккупацию да то есть то что россия является правоприемником ссср да и как бы прибалтика она ну помнит о том что происходило за эти годы я сегодня размышлял над этим и хочу сказать что таким выводом пришел по части компенсации да ну понятно что россияне они говорят нет 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 мы чему никому не должны но давайте подходить час с другой стороны да немножко с финансово-технической да то есть ну то есть посмотрим как как бы я считал ну по потери да или компенсацию да если бы был директором россии и то есть решил бы компенсировать эстонии ну конечно компенсировать надо не только эстонии но раз речь зашла об эстонии то поговорим про эстонию значит ну грубый подсчет я прошу прощения ну это будет грубый подсчет и как в датах так но в подходах цифрах просто высказывать свое мнение значит с 1920 по 2020 год да но тут до 1920 будем считать как будто эстония но не независимо да то есть но на там до в 1920 как бы можно что из-за того что у двадцатки ноль да и будем считать двадцатого и по 2020 почему потому что ну следующий год но уже вот недалеко до него осталось тоже 2020 до 100 лет с 1940 по 1990 будем считать что это года оккупации но так и было войска зашли и короче и вот в девяносто первом данные на вышли мы будем считать опять же ну до девяностого года вот смотрите пожарный автомобиль дождик такой начинается до капюшона есть получается 50 на 50 до 50 лет когда эстония развивалась самостоятельно и 50 лет когда эстония развивалась не самостоятельно я бы по годам раскидал бы не раскидал написал бы до ввп на душу населения и валовый национальный продукт то есть то что страна имела да то есть каждый год сколько она зарабатывала потом бы я посмотрел сколько бы да ну разница между тем как она ну зарабатывал да то есть сопоставление фактов до темпы развития темпы развития с 20 по 40 и темпы развития с 90 по 2020 также надо учитывать то что соединенные штаты америки великобритания они не согласились с тем ну с этой оккупации то есть они ее сказали что это оккупация трех прибалтийских стран то есть это не присоединение не воссоединение ничего там добровольного не было это вот так это было воспринято из-за этого естественно тормозились события в политике и в экономике то есть эти страны не смотрят то что они назывались да там эстонская республика советская там латвийская литовская они не могли не могли но развиваться то что свободы не было еще отражалось еще то что ну были как бы вот эти вот сдержан сдерживающие факторы далее надо посмотреть еще вот на какой момент который тоже влияет на экономику то есть это не столько даже политика то есть такие как свобода мысли свобода слова свобода действия свобода передвижения свобода частного предпринимательства все это было отобрано в 1940 году пусть меня кто-нибудь поправит эстланд поправь меня пожалуйста если я ошибаюсь то есть с 1940 по 1990 вот преимущественно был ли частный бизнес или нет на территории эстонии вот мне кажется что нет потому что частное все запрещалось сейчас ну все торгуют да то есть покупают подешевле продают подороже раньше это считалось спекуляцией за это была статья уголовного кодекса что еще рассказать по части да то есть вот эти свободы до которые влияют их тоже их трудно оценить да но это тоже надо считать вот исходя из этого вот эту бы разницу да как страна развивалась до какими темпами и как она не развивалась вот эту разницу до заплатить но заплатить ее а как будем платить да и тогда курс был доллара такой сейчас курс доллара такой а заплатить я считаю что исходя из из покупательной способности а покупательная способность это еще и доступ к рынку то есть когда тебе дают 100 рублей или 100 долларов и у тебя есть магазин да но ты заходя в него ничего не можешь купить кроме минеральной воды то есть вот это еще надо смотреть да то что два поколения было лишено как минимум два поколения было лишено ну нормальной жизни то есть они не могли купить себе что захочется там да то есть многие даже не знали что потому что закрыты было страны были закрыты до для мира хотя находится в самом развитом так сказать регионе европы да то есть там швеция там финляндия там германия там дания там же и польша да то есть ну то есть получается ну их ну что-то приходило конечно прибалтика она отличалась от других республик советского союза тем что там было ну как бы высокотехнологичное производство там было ну было интереснее чем на других территориях советского союза ну в том плане что люди были немножко поэкономически по по как по благополучнее как мне кажется еще раз пусть не кто-то поправит хотя вроде как советском союзе почему всех старались унизить вообще до плинтуса вот так что так вот но это опять же это я говорю слово очень важное определяющим минимум вот с этого минимума надо начинать да то есть как бы посмотреть и начинать чтобы российская федерация начала выплачивать вот я не говорю про то что ну вот действительно как эстлан говорит что но не вернуть тех измученных жизни да не вернуть тех так сказать тех кто был убит да в результате вот всего вот этих вот репрессий переселений воин то есть как то так поэтому я свое мнение высказал если у кого какие-то и мысли есть комментах пишите вот что вы думаете по этому поводу согласны не согласны мне будет все интересно но поднимать этот вопрос я считаю нужно потому что пока долг не оплачен и он будет ну вопить вопить будущему и рано или поздно так или иначе должник расплатиться так что так ладно сегодня получается самая короткая ночь из до самая длинная ночь и извиняюсь самая длинная ночь и самый короткий день вот всех поздравляю с сон состоянием